вот это по-настоящему доброе утро когда пробежка начинается именно так всем привет из телевизора на часах у нас 900 а на улице температура уже плюс 30 и в этом весь телевизор сейчас сентябрь это бархатный сезон море безумно теплое и очень крутые волны мне прям нравится и кстати это мой первый раз когда я купаюсь в море я много раз был на тихом океане пару раз был барселоне был в общем на морях на океанах я был но ни разу не был в тот момент когда можно было купаться тихий океан на камчатке всегда холодный поэтому я особо там не покупался барселоне приезжали в январе тоже был особо не сезон поэтому тоже не покупался и наконец-таки я прилетел в тель-авив и понял что море это очень круто и мне прям очень понравилось тель-авив это но самое главное это конечно же море есть как тебе тель-авив хорош ты здесь уже второй раз как тебе второй раз другие впечатления пока непонятно потому что мы в другой сезон приехали но здесь много жизни цены скажу я вам здесь просто жесть примерно в четыре раза больше чем в россии шекель к рублю получается 1 рубль 18 рублей то есть большая бутылка воды здесь стоит рублей 200 булка хлеба тоже примерно рублей 200 маленькая бутылка воды рублей 150 180 то есть купить продукты на сутки это примерно рубля четыре уходит вот так вот просто вот чтобы вы примерно понимали по ценам получается вот этот вот сок это тоже сок это чай да какой-то все по 05 и вот эта вода получается у нас на 500 рублей ну чуть чуть меньше там 490 чем-то держи давай мой сок я его покупал в москве просто на заправке то есть на заправке он стоил по моему 80 рублей здесь же он стоит 180 рублей ну это в принципе предсказуемо потому что рубль сейчас достаточно в низкой позиции и и сам город тель-ивив он не из дешевых городов но фишка тель-ивива то что здесь очень крутое море еще очень прикольно что здесь есть крытая варкаут площадка что означает крытая то есть с тендом наверху когда идет дождь то можно все равно заниматься и будет сухо и это очень классно ты позанимался на варкаут площадки и сразу же до моря себе буквально 10 метров по моему круче просто не придумаешь а еще тут есть боксерские мешки я вчера кстати на них работал без перчаток жестко но в перчатках вполне нормально даже можно побить ногами это очень классный очень удобно такое вижу первый раз чтобы на варкаут площадке были боксерские мешки знаете почему раньше не было блогеров да вот почему вы попробуйте такую камеру потаскать хотя это не камера это кинопроектор но камеры раньше были не меньше вот представьте себе камера на которой сейчас снимаю всего весит два с половиной килограмма ну вместе со штативами и микрофоном вот эта штука весит больше сотни килограмм а мы на море как еще 45 в общем хот-дог нашли настоящее а вот это что а это соленость мы находимся в старом городе яфа а этот город известен тем что здесь сохранилась архитектура и еще того старого израиля и на самом деле здесь очень прикольно прям красиво очень много туристических кафешек в общем посмотрим что здесь есть вот в таких вот местах где много туристов и нужно покупать еду посмотрите просто какая здесь очередь и местные туристы сюда приходит не просто так потому что это самое знаменитое кафе а в тель-левиве в целом но одна из самых знаменитых кафешек в тель-левиве у них есть местная еда пита и еще какие-то штуки я уже забыл их название и я пробовал на самом деле безумно вкусно чтобы понимали пита это просто лепешка из муки она очень вкусная сама по себе лепешка очень вкусная но здесь помимо питы еще куча всего есть как сладкая так и соленая в общем на любой вкус и какие же здесь неравнодушные водители чуть стоит при кемарить на светофоре сразу тебе сигналит весь поток но это нрав это нрав другой страны потрясающее место яфа если вы когда-нибудь будете в тель-левиве я вам в тель-левиве в тель-левиве то я вам очень советую подняться сюда классно прям подымайтесь на самый верх не пожалеете мы посмотрели только одну достопримечательность сейчас отправляемся по всем остальным тут их как оказывается очень много кстати смотрите у них тут сортирует пластик вот видите в таких специальных контейнерах сортирует пластик это очень правильно потому что вот даже купаясь в море бывает море как бы очень чистое классно его чистят там нет никаких никакой тины но бывает пластиковый пакет откуда-то прилетает возможно это кто-то здесь бросил возможно это принесло с моря но факт о том что пластик это глобальная проблема остается фактом мы конечно удачно приехали в начале сентября получается мы прилетели сюда шестого сентября а удачно потому что здесь были медузы то есть июль весь июль и по моему до середины августа здесь были медузы и поэтому купаться было ну особо неприятно и даже опасно потому что между медуза не так прям хорошенечко жаль поэтому мы прям удачно подгадали идеально о кукурузник кстати здесь прыгают с парашютом это классно я бы тоже прыгнул здесь прыгают с парашютом не здесь а где прыгают в другом на месте выезжают аэродром есть ну в основном пустыню там куда-то угу 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 тут пустыне это классно мне кажется прыгнуть я бы прыгнул удобно что здесь очень много русскоговорящих русскоговорящего народа в магазины даже когда заходишь люди говорят на русском потому что евреи в свое время когда израиль доформировался еврейский именно он собирался по всему бывшему советскому союзу это казахстан с украины очень много с белоруссии с россии вот по приезжали сюда и дети тоже соответственно разговаривали на русском уже учили иврит поэтому они в принципе хорошо говорят и на иврите и на русском то есть все тебя прекрасно понимают и можно сказать что в 70 процентах куда мы заходили нас понимали на русском хотя мы в принципе более-менее знаем английский и здесь статьи более-менее тоже знают английский то есть можно поговорить на английском если не понимают русский в европе допустим в той же барселоне и в италии английский практически не знают статью дуле фуа мы сейчас находимся около знаменитого апельсинового дерева вот оно так растет и все туристы которые приезжают в тель-авив яфу обязательно приходят на это дерево я если честно не знаю чем она знаменита но сейчас постараюсь послушать я все-таки узнал что это за дерево это символ израильского народа так как они жили в пустыне и в принципе живут в пустыне и смогли вырастить еду здесь вырастет апельсины поэтому вот такой вот символ апельсиновое дерево то что оно так сделано задумка архитектора в таком горшочке бетонном это символ израиля и на самом деле и тель-авив такой прям современный город допускаем местами грязный и маленько вонючий но он крутой он действительно крутой допустим если я был в париже до париж там под говорят что это просто безумная красота тель-авив мне понравился намного больше во первых это море во вторых это атмосфера и в третьих это опять же море тут в яфе вот конкретно тут возле этого дерева безумно дорогое жилье на самом деле я бы здесь пожил несмотря на то что здесь настолько узкие улицы что ты можешь протянуть соседу руку и поздороваться с ним здесь очень классно здесь чувствуется настоящий дух прям израиля мы кстати вовремя здесь вот только что на ваших глазах включили стенды прям атмосферно я очень вам советую прийти во первых посмотреть на это дерево и посмотреть настоящие израильские улицы как люди жили раньше потому что тель-авив он более современный да это красиво но здесь жизнь настоящая жизнь и это всего жилые дома хhi-ха-ха-ха безумное израиль новых процентов вот это несколько лет мы рыб х где еще так посреди города можно лечь и отдохнуть друзья доброе утро мы идем на бульвар ротшильда очень много спортивных людей кто бегает прям очень много вчера бегал по набережной понял что практически весь телевиз там то есть здесь такая спортивная нация но не прям чтобы спортивная но люди любят бегать кстати практически на каждом шагу есть какие-то площадки типа таких зашел полежал если устал вдруг ну мне кажется это прикольно то есть ты идешь идешь раз можно прилечь поспать и у них здесь нормально чтобы разгрузить транспортную сеть да и в принципе экологию здесь очень много самокатов как и в париже вот такой же фирмы лайм который мы брали скачиваешь приложение сканируешь qr-код и пожалуйста садись и езжай на каждом шагу они если устал ехать на самокате то бросаешь его в любом месте города абсолютно в любом месте и идешь дальше пешком это классно и очень удобно бульвар ротшильда это целая улица с кафешками красивым видом такой современный телевиз и вот как раз мы пришли в данную точку это прямая улица красиво это не типичные бетонные стеклянные небоскребы это прям красивое место по-настоящему красиво где можно посидеть в кафешке причем не так дорого как на первой линии моря потому что первая линия в море все-таки самое туристическое место ну что вот мы и на главной улице и телевизор ну и конечно не главная улица телевизор но мы дошли туда куда хотели это бульвар ротшильда мы находимся в сарономаркет здесь на первом этаже идут продуктовые магазины очень разные от рыбных магазинов до мясных магазинов и так далее в общем все что вы хотите можно купить здесь конечно же здесь цены и подороже чем в остальном телевизоре потому что этот район считается одним из самых элитных районов здесь промочил камеру я Рената мне почти 17 лет я Андрей мне 25 Рената тебе удобно? вообще отлично мы сейчас пришли в парк яркон тут очень большой парк есть даже вот такие вот жители этого парка как и везде тут велодорожки это вообще классно очень в Тельвиве говорят это только в Тельвиве такое по всему городу есть велодорожки поэтому многие люди пересаживаются с машины на электровелики и на электросамокаты оно и понятно потому что тут безумные налоги на машины то есть если у нас автомобиль стоит в среднем там миллион рублей то у них он же этот же автомобиль будет стоить два миллиона рублей все-таки дай Ренатке кусочек тоже Рената на держи капусту он беленький не ну на самом деле прикольно прикольно то есть если не жара то вообще прям классно необычно аутентично что еще сказать ну очень необычно то есть раз в жизни стоит увидеть кактусы это сто процентов такой прям дикий дикий запад ну а тут скажи честно это стоило того или нет? нет не стоило? нет я тоже так душу на самом деле не просто фишка в том что здесь особо немного кактусов то есть прийти посмотреть приехать посмотреть да классно но в такую жару прям даже мне тяжеловато несмотря на то что я жару переношу очень легко я могу и заниматься в жаре я могу и бегать в жаре и ну абсолютно нормально все равно тяжеловато устаешь очень быстро такое ленивое состояние и уже не то все таки берите самокаты тут их хватает и езжайте лучше на самокате самый прикол даже не в том что сюда идти 6 километров а самый прикол что обратно идти это тоже 6 километров я думаю что рената этому не очень рада давай продолжаем все вы чувствуете, да? в камень встряхнули обычно тренировка должна быть короткая поэтому лучше не отдыхать после того как мы сделали брусья у местных есть игра как теннис или бобинтон и они постоянно в нее играют я не знаю как она называется если вы знаете что это за игра в которой играют на пляже то напишите пожалуйста в комментариях мне стало очень интересно потому что играют они в нее очень часто и она такая интересная со стороны мячик потяжелее чем бобинтон а ракетки полностью деревянные то есть это что-то между настольным теннисом и бобинтоном и такая прям активная игра мне понравилась а я бы хотел поиграть в нее но пока меня никто не позвал сейчас находимся на улице Дюзингоф идем в торговый центр Дюзингоф это модная улица здесь магазины здесь такой движняк не очень красивая конечно но здесь прям движняк если хотите что-то купить то приходите на улицу Дюзингоф все магазины расположены именно тут вот это вот безумно удобная модель кроссовок у меня есть точно такая же только кожная какая-то лимитированная коллекция мне подарил магазин и они прям очень удобные я даже не ожидал что вот эти вот адики будут такими удобными кстати выглядят вот эти вот тоже классно мы находимся сейчас в торговом центре называется торговый центр Дюзингоф тут прям такой большой серьезный торговый центр есть интересные модели адидас от майков прям классные ну можно прям выбрать что-то кстати в Израиле у них такие прям более простые вещи если в Барселоне там есть какие-то лимитированные коллекции то здесь я почему-то таких не нашел но классно особенно когда на улице жарко зайти охладиться прям круто ну и в принципе цены как и во всех вот таких вот брендовых магазинах по всему миру они одинаковые мне определенно нравится тенденция то что практически все израильтяне помешаны на спорте прям здесь на сквере в каком месте вы бы ни находились везде есть люди которые постоянно бегают которые постоянно тренируются и это круто это круто что мешает вам друзья я не знаю что я перебίся я не знаю вот это что вы можете сделать это я не знаю